Весть о начале Великой Отечественной войны Весть о начале Великой Отечественной войны пришла в каждую станицу и хутор казачьего народа. Нападение фашистской Германии вызвало огромный подъем патриотизма среди казаков. В станицах прошли митинги, где участники клялись бить врага беспощадно и до последнего вздоха, следуя по стопам героев казаков, всегда стоявших на защите Отечества. Сразу же после начала войны казаки обратились в Москву с просьбой о разрешении формирования из добровольцев казачьих сотен. Желающих вступить в строй было столь много, что вскоре из сотен стали формироваться полки, а потом дивизии, и, наконец, решили сформировать корпус. В него вошли по две кубанские и донские дивизии. Казаки приняли присягу. Уже в начале войны было принято решение о создании отрядов народного ополчения в станицах и городах. В станице Урюпинской один старый казак заявил «Мои старые раны горят, но еще сильнее горит мое сердце. Я рубил немцев в 1914 году. Казака не старят годы. Я еще могу пополам разрубить фашиста, к оружию станичники. Я первый вступаю в ряды народного ополчения». Не остался в стороне и тыл. Основной конный состав кавалерийских дивизий был мобилизован из казачьих станиц Дона, Кубани, Терека и Ставрополья. В различных городах и станицах изготавливались тачанки, повозки, походные кухни, седла, холодное оружие. В мастерских и кузницах, а также в промышленных организациях изготавливались шашки, а в пошивочных и обувных мастерских черкески, бешметы, гимнастерки, бурки, кубанки, сапоги. Таким образом, кавалерийские части всецело поддерживались народом, и в частности казаками, внося свой вклад в борьбу с немецко-фашистскими оккупантами. Подвиги казаков на Веге вошли не только в историю России, но и в историю казачьего народа. А подвигов в годы Великой Отечественной войны было немало. Ярким примером казачьего боевого духа стал подвиг донского казака, участника Первой мировой войны, полного георгиевского кавалера, Константина Иосифовича Недорубова. В бою эскадрон Недорубова уничтожил свыше 200 солдат противника, из которых 70 солдат и офицеров зарубил он лично. За подвиг под станицей Кущевской старшему лейтенанту Недорубову присвоено звание Героя Советского Союза. Его золотая звезда красовалась на груди рядом с царскими крестами, полученными на Первой мировой войне. А на фронте сыны, отцы, сестры и братья били врага со всей жестокостью и яростью, помня завет предков казаков защищать свое отечество. Как воевали казаки, свидетельствуют строки письма, найденного в ранце убитого немецкого солдата. Все, что я слышала о казаках времен войны 14-го года, бледнеет перед теми ужасами, которые мы испытываем при встрече с казаками теперь. Одно воспоминание о казачьей атаке повергает в ужас и заставляет дрожать. Казаки – это какой-то вихрь, который сметает на своем пути все препятствия и преграды. Мы боимся казаков, как возмездия Всевышнего. Не остались в стороне от помощи фронту и простые жители казачьих областей Дона. Весной 1943 года они собрали деньги на строительство танковой колонны «Донской казак». Казаки просили передать ее Пятому Донскому казачьему корпусу, указывая в письме, что этот корпус особенно близок к сердцу наших людей, ибо в рядах его донские казаки – преимущественно добровольцы. Во время Великой Отечественной войны, когда Сталин пытался возродить отдельные традиции русской армии, он приказал создать и казачью пластунскую часть. Пластуны – это особые пехотные подразделения казачьего войска. Само их название показывает, что воевали они в основном ползком. Главным для них было остаться незамеченными и выведать при этом расположение, численность и намерение противника. Но одной разведкой не исчерпывались функции пластунов. Ставились им и боевые задачи – внезапно подкрасться к противнику и напасть на него, снять его караулы, обеспечив таким образом успех предстоящей атаки собственных войск. За подвиги в боях с врагом тысячи казаков были награждены боевыми орденами и медалями, а 262 из них стали героями Советского Союза. Семь кавалерийских корпусов и 17 кавалерийских дивизий заслужили гвардейские звания. 24 июня 1945 года в Москве на Красной площади состоялся Парад Победы – исторический парад в ознаменовании Победы СССР над фашистской Германией в Великой Отечественной войне. Парад принимал заместитель Верховного главнокомандующего, маршал Советского Союза Георгий Жуков. Триумфом казачьей гвардии стало участие в этом торжественном параде. Беспристрастное фото и кинохроника навеки запечатлело стройные шеренги бравых казаков в темно-синих черкесках, украшенных боевыми наградами. Слава героям казакам, павшим и выжившим в годы Великой Отечественной войны! Будем помнить казачью воинскую доблесть и останемся достойны слов наших предков. Слава Богу, что мы казаки! КОНЕЦ 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 КОНЕЦ